Доброе утро, дорогие друзья, гости, подписчики. Вот я приехала, отвезла мужа на работу, приехала в лес за папоротником, за елочками и за копытником. Сейчас буду выкапывать и везти на огород. Вот хочу, кстати, еще посадить, ну сколько копытника, ну сколько копытника. Хочу лещину посадить в огород, но они есть мужские, женские. Хочется, конечно, купить деревце, облагороженное, лещину, орешник, так сказать. Ну что-то нигде не вижу. Абрикос я два года назад посадила, собаки в этом году зимой мне его сломали. Придется новый покупать, сажать. Покупала дорогой, полторы тысячи. Ну вот сейчас пойду и снимать не буду, никогда. Что сниму и как посажу дома, потом покажу. Я зашла вглубь леса, хотела заснять, смотрите, цветут ландыши. 18 июня ландыши вообще-то майские, как запоздало у нас весна и лето. Летом цветут ландыши. У меня дома еще ландыши на участке не цветут, у меня вымерзли. Вот какая красота. Запахи утренние обалденные. В городе таких запахов нету. Время 8 часов утра. Там дорога, теперь дорога. Недалеко я зашла. Сейчас вглубь пойду. Здесь что-то не видно папоротничков. Хочу в первую очередь папоротников куда выкопать. Копытничек. Машинки ездят. Сейчас проезжали, такую помойку здесь устроили в лесу. Кошмар. Все подряд спаливают. Ну ладно, пошла искать. Нашла папоротнички. Они уже немножечко подросли, но поменьше. Есть, конечно, кто-то высокий уже. Высокий я брать не буду. Ему тяжело прижиться будет. А вот который поменьше, сейчас я постараюсь выкопать. Делала лопатку, конечно, маленькую, но не знаю. Как не получилось. Ну вот, выкопала два папоротничка. Два кустика копытника. Лопату согнула. За елками надо ехать с другой лопатой. Ну, елочки это мы с мужем будем тогда собрать, потому что у них корни глубокие. Небольшие елочки в ограждении были. Ну, комаров, конечно, у них лечу хорошо, но без средств от комаров делать нечего. Ну все, поехали на огород сажаться. Вはい, я попала полную лопатку. Я не знаю. Я не знаю.